Всем привет и добро пожаловать обратно в криптовселенную. Сегодня мы поговорим о биткоине и проведем апдейт ленты поддержки бычьего рынка. Вероятно, будет видео покороче сегодня. Я хотел выпустить подлиннее, но мне кажется, я это оставлю на завтра. Здесь поздно и были длинные выходные, но я хочу быстренько поговорить об этом, потому что мы давно не говорили только о ленте поддержки. На этой неделе, 9 сентября, неделя начинается, и 20 простой в районе 62,5 тысяч, 21 экспоненциальный, слегка севернее 60 тысяч. Это одна из тех вещей, где хорошо уважать ее в обоих направлениях. Держится ли она как поддержка, как это было вот здесь, или держится ли она как сопротивление. И это правда, что в прошлом году, примерно в то же самое время, биткоин упал под ленту поддержки бычьего рынка. И к концу сентября он начал подниматься выше и прекрасно пошел в итоге на новый All Time High. Я не хочу терять это из виду. Учитывая вышесказанное, этот паттерн слегка отличался. Здесь у нас в прошлом году была серия увеличивающихся максимумов и минимумов на подходе к следующему движению, а это было серией уменьшающихся максимумов и минимумов. Что интересно, это то, что полгода назад, когда пробивалось золото, и доминация USDT прикасалась к своей линии тренда, и также метрика риска была на уровне 0.7-0.8. Я сказал тогда, что вместо основного пика этим летом или в четвертом квартале этого года, что произойдет, если рынок просто будет остывать 6 или 9 месяцев? Помните? 6 или 9 месяцев. И почему? Почему 6-9 месяцев? Что интересно, если вы посмотрите на возвраты цикла от минимума, вы увидите, что биткоин там, где он всегда был в этой точке цикла. Потребовалось примерно 6 месяцев для того, чтобы биткоин, для того, чтобы возвраты цикла от минимумов сошлись с тем, где они были в последние два цикла в этой точке цикла. В противовес, конечно же, если вы будете отмерять от пика, мы все еще обгоняем последние два цикла. Если измеряем от апреля, мы отстаем. Но, мне кажется, имеет смысл измерять от ноября, от непосредственной вершины, не от вершины, на которую указывали индикаторы, а от непосредственной. В конце концов, индикаторы. Все модели не верны, но некоторые полезны, а движение цены в итоге король. Итак, 6-9 месяцев было аргументом. 6-9 месяцев. И прошло полгода. 6 месяцев. 25 недель. Причина, по которой я это упоминаю, полгода назад, когда я сказал ожидать 6-месячного стекания, как минимум, минимум 6 месяцев. До сентября. До разворота рынка. Причина, по которой я это сказал, была в том, что в 2019-м, когда пробилось золото, именно это сделал биткоин. Он падал 25 недель. И потом опять разогнался. И потом у нас была рецессия. И мы только что закончили 25-ю неделю. Что смешно, что абсолютно поразительно. Это то, что все люди, ну их было так много, этих людей, которые смеялись над идеей уменьшающихся максимумов в течение полугода. Было так много людей, которые смеялись над этим в марте. И высмеивали сравнение, которое я проводил с 2019-м, со срезом ставок. И теперь они запрыгивают в поезд 2019-го. Здесь они не хотели. Потому что они не могли поверить, что это было возможно, что это отыграет как в 2019-м. Почему? Потому что это год халвинга. И все, что они знали, это то, что биткоин растет в год халвинга. Но денежная политика также играет роль. И сейчас, что смешно. Я вижу много людей, которые когда-то отвергали идею 2019-го. Теперь они говорят, посмотрите, что произошло в 2019-м, когда мы стекали 25 недель. И потом пробили эту структуру уменьшающихся максимумов. Это поразительно. Но первая вещь, о которой я думаю, когда я все это вижу, это если все в это верят, то скорее всего биткоин сделает что-то другое. Такова моя догадка. Моя догадка. Когда никто не верил в это. Когда никто не верил, что сравнение с 2019-м тогда, в марте, имело больше смысла. Потому что так много людей отрицали это. И эти люди, которые были так убеждены, что сделали возможными эти довольно впечатляющие ралли, где биткоин в итоге прикасался к линии тренда. Так что первая вещь, о которой я думаю, теперь, когда все указывают на это сравнение с 2019-м, вероятно, это время, когда это сравнение изменится. И оно может измениться двумя путями. А один путь — это вы не получите жесткую посадку. Все этого ждут и будут разочарованы. Но другой способ для этого изменения… И сейчас я говорил о том, что мы, может, пробьем структуру уменьшающихся максимумов и сделаем что-то другое, что отличается от 2019-го и начала 20-го. Но другой способ. Я просто хочу об этом рассказать, не буду это пережевывать. Я выпущу еще одно видео, наверное, завтра или через день, где мы поговорим об этом побольше. Но я просто хочу поделиться. В прошлом цикле, когда биткоин пробивал структуру уменьшающихся максимумов. На это потребовалось примерно полгода. Я сказал, уменьшающиеся минимумы и максимумы по крайней мере полгода. И прошло полгода. Но я также сказал, что может потребоваться больше времени. Займет ли это больше времени, еще не знаю. Но я хочу напомнить, что в прошлом цикле, если вы помните, структура уменьшающихся максимумов была пробита только после среза ставок на 75 пунктов. Это было 75. Да, я рисую пятерки снизу. Это будет новостями на сегодня. Из 250. В этот раз ставки Федрезерва составляют 550 пунктов. Но у нас не было еще никаких срезов. Так что мне интересно. Все смотрят на сравнение с 19, потому что сейчас это имеет смысл для них. Потому что сейчас это означает пробитие структуры. И они могут быть правы. Опять же, это то, что я сказал полгода назад. Но я также должен смотреть на рынок и говорить, послушайте, я сказал как минимум полгода. Прошло полгода. Может быть пора. Но если вы смотрите на рынок по-другому и говорите, ну, у нас еще не было никаких срезов. И в прошлом цикле структура не была пробита, пока не срезали 75 пунктов, когда ставка была всего 250 пунктов. Сейчас у нас 0 среза и всего ставка 550. Так что, что если уменьшающиеся максимумы не пробьются, опять же, я ученик рынка. Я буду в порядке, если они пробьются. Надейтесь на лучшее. Готовьтесь к худшему. Давайте подумаем об этом секундочку. Если я выпускал видео об этом. Жесткая посадка, мягкая или никакая. Никакая это попросту, если мы сейчас начнем отсюда разгоняться и бычий случай валиден. Но давайте предположим на секундочку, что это функция денежной политики. И вам нужен средств ставок для того, чтобы биткоин пробил структуру. Тогда он может здесь повисеть какое-то время. Нисходящий тренд может продлиться дольше. Тогда я сказал 6-9 месяцев, есть еще 3 месяца. Так что это ничего необычного. Возможно, что он будет дальше тянуться, пока у нас не будет более мягкой денежной политики. Опять же, я просто хотел поделиться. Я выпущу более длинное видео завтра или послезавтра. Но просто хотел, чтобы вы об этом знали. И пока это не означает, что биткоин не может подойти к 20-недельному простому. Но одна вещь, к которой я возвращаюсь, я на этом закончу, наверное. В прошлом цикле восходящий тренд продлился примерно 28 недель, а нисходящий мягкая посадка заняла примерно столько же, 25 недель. Восходящий тренд в этот раз занял 68 недель. Нисходящий тренд до мягкой посадки не занял точно столько же времени, но вы можете видеть, что сейчас прошло только 25 недель. Нисходящий тренд не отражает длину аптренда. А здесь нисходящий тренд отражал длину восходящего. Так что я не знаю. Я не знаю, имеет ли это значение. Не знаю, важны ли процентные ставки. Еще одна вещь, которую стоит учесть быстренько – это баланс федрезерва в прошлом цикле. На самом деле только после количественного смягчения структура была пробита. И когда началось смягчение, биткоин на самом деле падал. А мы даже не дошли до точки, где смягчение началось. И возможная причина, по которой это так, в том, что федрезерв еще не сильно беспокоится для начала смягчения. Если они начнут смягчение, будет означать, что, наверное, что-то не так. И вот почему рисковые активы могут плохо себя показать сразу после начала смягчения, как биткоин в 19-м. Так что приходится задумываться. И опять же, я знаю, что все эти люди говорят – это год халвинга. Но опять же, ребята, где вы были полгода назад на тему структуры уменьшающихся максимумов? Мне просто интересно. И я бы сказал, что я пытаюсь держать свой разум открытым в любую сторону. Будет довольно просто, мне кажется, подтвердить это. Если через пару недель биткоин пробьет структуру уменьшающихся максимумов, тогда это может выглядеть очень похожим на то, что произошло вот здесь. Но если он это не сделает, если через месяц или два мы все еще на это смотрим и такие, почему биткоин не пробил структуру, как он сделал вот здесь. Причина, если это то, что произойдет, причина может быть просто в том, что у нас еще не было довольно значительно смягченной денежной политики. Не было достаточно срезов. Это может быть причиной. Я просто хотел это рассказать. А пока что, если биткоин… Давайте откроем ключевые уровни, на которые мы ранее смотрели. 50-дневный, 200-дневный и 100-дневный. Они все сейчас вот в этой вот полоске. 200-й в районе 64 тысяч, 50-дневный в районе 60 тысяч, 100-дневный в районе 62. И опять же, лента поддержки попросту там же с ними. Ваша основная зона сопротивления для биткоина между 60-ю и 64-мя – это будет основной зоной сопротивления. Если на отскоке биткоин поднимется туда, но не сможет пробиться и просто продолжит структуру в октябрь, то я думаю, что вы, наверное, знаете, почему у вас есть ответ. Если в октябре-ноябре биткоин все еще не пробьет структуру и вы ищете ответ, то это может попросту быть недостаточно смягченная денежная политика. Если он пробьется, то вы можете сказать, что нейтральная ставка гораздо выше, чем думает Федрезерв. Я с этим не согласен. И я думаю, что если вы посмотрите на рынок труда, вы можете сказать, что рынок размягчается. И это вопрос времени перед тем, как это продолжит распространяться, особенно если не развернется Федрезерв. Но он развернется через пару недель. Посмотрим, что будет с рынком. И я хотел просто поделиться всем этим. Чтобы это было у вас на радаре. О денежной политике и о том, как это может повлиять на структуру уменьшающихся максимумов. На самом деле, лента поддержки бычьего рынка будет основной зоной сопротивления для биткоина. Если биткоин сможет пробиться над ней, то ему все еще нужно пробиться через структуру. А этого не произойдет, пока мы не дойдем до 68, может даже 69 тысяч. Даже может быть 70 потенциально. 69 тысяч долларов. Вот где биткоину нужно оказаться просто, чтобы дойти до границы структуры. И нужно подняться выше, чтобы пробиться. Так что 70 тысяч. Потому что прошлый максимум был на 70 тысячах и 40 долларах. И я помню это. Я помню, что говорил людям, когда он был на 70 тысячах, что это именно то, что произошло в 2019. И он должен установить еще один уменьшенный минимум. И потом биткоин это сделал. И если это жесткая посадка, будет еще один минимум. Но опять же, я ученик рынка. Я не знаю. Я не знаю, отыграет ли это так же, как в 2019. Где у нас было дно вот здесь. И потом мы начали подниматься и пробили структуру. Или потенциально, если денежная политика будет играть большую роль и опираясь на то, что сделала доминация биткоина в этом году, когда обычно, опять же обычно, не могу поверить, что я все еще говорю. Обычно, если вы посмотрите на доминацию, исключая... Пардон, что я делаю? Если вы посмотрите на возвраты от начала года до даты, доминации криптовалют без стейблкоинов, и посмотрите на 2016 и 2020, у вас есть причина верить, что доминация пойдет вниз в этом году. Вы можете понять, почему некоторые люди были в этом лагере. Они такие, это Гудхалвинга. Доминация идет только вниз в Гудхалвинга. Что они упускали? Денежная политика. Денежная политика сказала бы им, что как в 2019. Доминация биткоина только росла. Это 19. Посмотрите на 24. Доминация стабильно идет наверх. Она не пошла настолько же высоко. Одна из причин в том, что большое количество стейблкоинов существует, они занимают свою долю рынка. Но 2024 выглядит гораздо более похожим на 19, чем на 16 или 20. Мы знаем, что денежная политика важна. Если бы это было не так, доминация бы падала в этом году. Но она росла, указывая на то, что денежная политика играет роль. И из-за этого указания вам нужно задумываться, может ли вот это сохраняться до количественного смягчения, и пока у нас не было нескольких срезов ставок. Так что держите это в уме и посмотрим, что произойдет в следующие пару месяцев и увидим определенно, раз и навсегда, насколько важна денежная политика в понимании того, где биткоин и куда он идет.